МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это было две группы. Первая группа перечисляла права детей, вторая – взрослых. Затем ребята подвели итоги. Богатый человек, либо бедный, худой он, полный, цвет кожи, независимый. Все дети имеют равные права со взрослыми. Этот урок был усвоен, ребята. Родители этих детей попали в трудные ситуации. Многие из них борются с алкогольной или наркотической зависимостью. Поэтому временно дети живут в социально-реабилитационном центре в круглосуточном стационаре. Из центра у них три пути – обратно домой, в приемную семью или в детский дом. Оттого этим ребятишкам так важно знать, что они имеют право, что они могут, и о них никто не забыл. Потому что если не было бы прав, тогда было бы беззаконие. Еще, чтобы людям жилось хорошо на свете, создали право для ребенка, а также для взрослого. Они ничем не различаются, собственно. Но я считаю, я одно право развлечения. То, что смотреть на право на опекунство становится уже, как бы сказать, взрослым, оно ему не нужно, а ребенку оно нужно до 18 лет. Остальные участники круглого стола также сошлись во мнениях – с правами жить лучше. Чтобы быть законно послушным гражданином. Чтобы не было хаоса. Теперь есть право на жизнь. Чтобы быть людьми не живут. Чтобы все были равны. Добрым, культурным и доброжелательным. На мероприятии, на котором мы сегодня побывали, у нас проходит в рамках социально-правового отделения. Пропадает его социальный педагог Китай-Городская Алена Михайловна. И посвящено оно ознакомлению с правами человека. То есть это мероприятие дает возможность нашим детям не только узнать свои права, почувствовать себя правовым человеком, правоправным, но также и объясняет им и свои обязанности. В настоящее время мы сталкиваемся с тем, что наши дети знают свои права, но не знают прав взрослых, не знают своих обязанностей. И мы их этому учим. Дети со временными трудностями в семье не оторваны от учебы и общения со сверстниками. В центре для них организован разнообразный досуг. Недавно в здании сделали ремонт. Здесь у нас игровая для младших детей. Для дошкольников и младших школьников. Дальше у нас как игровая для детей старшего возраста. Но в основном они все равно все вечерами здесь смотрят телевизор. Библиотека собрана трудами наших сотрудников и людям, которые небезразлично судьбят. Два детей. Здесь и по школьной программе дополнительная литература присутствует. То, что возможность вывести наших детей в библиотеку тоже иногда нет. Также в Истринском социально-реабилитационном центре работает служба УСС. Участковая социальная служба. Эта служба курирует неблагополучные семьи. Работники выезжают к ним на дом. Консультируют по получению социальных выплат. Помогают найти врача для лечения пагубных зависимостей. Устроятся на работу. Наша служба занимается патронажем семей, неблагополучных, которые у нас стоят на учете. И работаем с ними. Консультации даем. Психологическую поддержку оказываем. Матуральную помощь. Подарки, вещи, игрушки. А на профилактический учет выявляем либо через комиссию по делам несовершеннолетних. Информация к ним поступает от соседей, бабушек, дедушек. И после нам ставятся на учет. К нам попадают. С учетом семьи снимаются через разное время. Кому-то для осознания своих проблем достаточно пары месяцев. Кому-то нужно не меньше пяти лет. Сейчас на учете 137 района. В их составе живет 256 детей. Здесь же в центре открыто так называемое дневное отделение. В нем ведутся занятия с детьми дошкольного возраста, а также со школьниками. Дети находятся в дневном отделении до пяти вечера. Затем их забирают родители. Мы с ними занимаемся, развиваем коммуникативные навыки, эмоциональную сферу. Занимаемся, играем, развиваем мелкую моторику. Детки у нас очень хорошие. Им нравится ходить, нравится заниматься. Иногда даже домой не хотят уходить. Ну расскажи, как мы считаем, давай. У нашей кошечки есть 10 котят. Котята у кошки по парам стоят. Два толстых, два ловких, два длинных, два хитрых, два маленьких самых и самых красивых. В дневном отделении есть своя столовая, учебный класс и игровая. Здесь помогают делать уроки и играют в развивающие игры, занимаются творчеством. Покажи. Кого вы сегодня делали? Репину. Репину для птичек. Это Катина, это моё. На данный момент у нас 20 детей, а плановая мощность у нас 21 ребёнок. Но мы принимаем детей, да, стараемся. Особенно у нас сейчас на базе дневного отделения, где мы сейчас с вами находимся, открыта группа для детей с ограниченными возможностями. Мы помогаем этим детям адаптироваться в обществе, получить коммуникативные какие-то навыки. То есть они здесь общаются не только с детьми с ограниченными возможностями, а и с другими ребятками. Жизнь центра кипит, направления развиваются. В целом работники центра настроены оптимистично. В прошлом году через социальный реабилитационный центр прошло 90 детей. Из них 47 вернулись в семью. Это значит, что родители со своими проблемами справились. С течением времени ещё большему количеству детей с ограниченными возможностями, благодаря опытным педагогам, удастся успешно влиться в коллектив. Ведь все имеют право на нормальную жизнь. Главное об этом знать и помнить. Сегодня в Истринском реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло маленькое, но очень важное событие. Детям рассказали про их права. Теперь работники центра надеются, что каждый из них сможет себя защитить в этой большой жизни. Екатерина Харитонова, Денис Лесиков, Истранет ТВ.